Здравствуйте, уважаемые зрители! Вот обнаружилось у нас еще несколько кусков стекла и мы решили снять видео о том, как мы делаем аквариум. То есть поподробнее. Мы уже одно видео снимали, но там только в готовом виде. А сейчас поподробнее попробуем рассказать, как вообще это все делается. Ну, начнем вот со стекла. Это у нас стекло 4 мм. Значит, нам нужно от него отрезать два куска. Ну, еще и подровнять вот эти вот края. Тут немножко треснуло. Берем веточку. Так как этот край ровненький, с него начнем. Так, получается у нас тут 49,8 мм. Нам нужно отрезать два куска стекла по 19,8 мм. Я это все объясню, почему так. Потом, попозже. Значит, сначала нужно отрезать вот эту трещинку, чтобы она потом не пошла трескаться буквально. Отрезаем ее. Можно тут сантиметра три отметить. Отмечаю ее, кстати говоря, вот такой чертилкой. С твердосплавным наконечником. Очень удобно. Берем линейку. Чтобы стекло ровно откололось, я всегда подстукиваю по задней части. Образуются вот такие вот трещины. С одной стороны. С другой стороны. С другой стороны. можно сломать итак мы подравляем краешек теперь нам нужно уже непосредственно отрезать на ширину нашего днища стенку боковую вот смотрим у нас она 19,8 как я уже говорил отмечаем опять режем так значит отрезали боковые стеночки теперь нам нужно отрезать переднюю и заднюю стенку для этого нам нужно высчитать оно должно быть размером значит замеряем длину это дно наше но у нас 71,8 у нас стекло 2 стекла толщиной 8 миллиметров и плюс 2 миллиметра на клей значит нам нужно отрезать 70 и 8 миллиметров отрезаем стоп все правильно 70 и 8 отрезаем отрезаем поляну гензи 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 Ну, как и в предыдущих случаях. Итак, отрезали, повторяем процедуру для второго стекла. Разметили и режем. И так далее. Включали и ломаем. Таким образом мы нарезали стекла на все стенки. Теперь надо обработать вот эти края, чтобы потом не порезаться, когда аквариум будет склеен. Обрабатывать мы будем вот таким устройством. Это болгарка, на которую прикрепляется шкурка на резиновой основе. Сейчас я это все обработаю, потом покажу, что получилось. Итак, я зашкурил вот край. Теперь от него точно не порежешься. И к тому же иногда бывает, что стекло не совсем ровно откалывается, поэтому можно лишний раз линеечкой проверить, чтобы было... Ну, зазоры до полмиллиметра не берутся во внимание. Больше миллиметра можно сточить за одной этой шкуркой. Вот разница между заточенным краем и тот, который был просто резаным. Вы видите разницу.